Welcome, welcome, welcome. Ну что ж, начинаются игры, которые ничего не значат. Думал я, что будут две последние игры, ну, точнее, предпоследняя игра будет что-то значить, а потом мы будем последнюю еще смотреть в связи с тем, что будет переигровка, мол, Ред Каниды одержат победу над супермассивами, как обещали, но в итоге мы будем сейчас наслаждаться красивой игрой от Напуна и великолепной игрой Ботлейна, Зайтнота и Дабл Доджа из команды Супермассив. Заменили мидера команда Ред Канидсов, может быть, стоило это сделать до этого матча, а не сейчас. Мастер Йода будет у них сейчас на миде стоять, но, наверное, правильный поступок, встреча уже ничего не значит, три очка, у них два поражения. Давайте я вам покажу просто турнирную таблицу, их группы, или бы не покажу, а я в шедл зашел, в расписание залез. Вот такая у нас группа получилась, а? По одной игре осталось у каждой команды, супермассивы играют с Ред Канидами. А, здесь три-два надо записать, сейчас, может обновиться. Ничего не обновится, кажется, у них три-два, три-два, ребят, если что, два-три, три-два. И максимум, что может произойти, это Дайр Вульфы догонят их по очкам, но перегровки никакой не будет, просто выше поставят по времени. Кто меньше времени потратил на игры, того выше поставят. Такие правила у Риотов, если не назначают перегровку, кто меньше по времени играл, тот будет выше стоять. Так вот, супермассивы проходят уже в следующий тур, с кем играть они будут, пока неизвестно, жеребьевки еще не было. Их ждут уже либо ТСМ, либо... Либо ТСМ, либо Флэш Вульфа, там просто зрители начали кричать, я подумал, что случилось. Это Напун взял Лисина, видимо, мы с вами не наблюдали Лисина от Напуна еще, мы видели Грейвса два раза и Лизу. А, еще Казикса мы видели от него, вот пять игр, это два раза Лиза, два раза Грейвс, один раз Казикс. А вот Лисина от него сейчас можем понаблюдать. Болельщики, конечно, бразильские сейчас будут болеть за свою команду, чтобы не осталось у них сожаления о том, что сегодня произошло. Будут надеяться они, что Ред Канитс одержит победу и сделают себе четыре очка, лишив девственности команду супермассив и сделав из них 5-1, а не 6-0 команду. Ну, факт остается фактом, супермассивы пока не просто непобедимы, они и выглядят непобедимыми в этой группе, по крайней мере. Что с ними сделать ТСМ-флэш Вульфы, ну, точнее, слэш-флэш Вульфы, я пока не знаю. Рэмпаджи потом против Дайр Вульфов будут доигрывать свою последнюю игру, Рэмпаджи даже выше теперь подняться никак не могут, ну, а Дайр Вульфы могут просто догнать трет-конецов и там, в зависимости от времени, все будет решаться. Твич от БРТТ, напун на Лисине и Диод взял у нас Лулу. Ну, такой агрессивный пик очень получился от Ред Канитс, но при этом сохраняет возможность еще уходить в лейт, если сейчас допикают двух нормальных чемпионов. Нормальные чемпионы это контроль маг на миде, никакой не ассасин, и танк-инициатор на топе. И у вас тогда как бы есть и лейт, неплохой Лулу с Твичом организовывают. Ну, посмотрим. У нас супермассивы же играют просто в жесть какую-то странную. Первый раз я вижу от них такой какой-то нескоординированный пик. Получили они банк-кейтлин, не захотел на Лисане играть сайт-нот в этой матче против Твича и взял себе Кагмава. Кагмав с сопряженной Джейсом на миде, Камилой на топе и неизвестным еще саппортом. А Ред Канитс забирает себе Кассиопею, контроль мага, но плавно переходящего в гиперкерри. И посмотрим, кто будет последний чемпион на топе. У них Роба мстит за предыдущую игру и пикает Физа, потому что в предыдущем матче Физ ему, конечно, кровушки-то попил в начале игры. Потом он на Фиоре мог его побеждать, но не был Физ ни разу один. Постоянно кто-то да рядом с ним гулял и, конечно, его разозлило это. И он хочет на Физе показать, что он тоже так умеет. Правда, он зачем-то с флэшом играет. Карма не забанена. И это, ребят, Камила саппорт ли? Да, это Камила саппорт. Виктор на миде против Кассиопея. Джейс на топе против Физа. И Камила саппорт с Игнайтом. Ну, супермассивый что-то тут реально какой-то шоу-матч сейчас у нас будет, ребят. Ну и хорошо, потому что... Расслаблены сейчас обе команды. Прекрасно они понимают, что впереди у них много выходных сейчас. Завтра они не играют, потому что играет группа B. Послезавтра они не играют, потому что общий перерыв на турнире. 2 мая никто не играет. И 3 мая, скорее всего, вот эта группа попадет на кого-то. На ТСМов, либо Флэшвульфов. Это мы увидим. Как-то мало они фанятся. Где Тимофей? Тимаря пикает только Клауд Найн. И как ты не можешь это запомнить? Они уже готовы к... Да. Возможно, они уже готовы к лишению девственности. Действительно. Ну, посмотрим. Сайтнот опять у нас играет без, по сути, саппорта. Все игроки бегут вперед. Один только Иверн будет его прикрывать. Но вот пик Виктора мне немножко непонятен. Ну, Нару на этом чемпионате вообще какой-то странный был. Он почти ничего не делал. Все матчи... Выглядим. Как он будет на Викторе гонять. Ну, и Йода. Мастера Йода мы еще не видели в деле. Сейчас посмотрим, как он... Парень с интересной прической, кстати говоря. Представляете, если бы команда выиграла матч сейчас свой, Йоду бы не выпустили на матч против супермассивов. А Йода там сегодня приготовил прическу в парикмахерскую, сходил. Думал, его на экранах покажут. А его так бы и не показали. Вот это был бы косяк, конечно, для него. Жесткий. Оказаться... Ну, то есть сделать прическу и не попасть на экран. Посмотрите на его прическу. Молодой Басков прямо. Басков. Ну что ж, Напун, удиви меня. Порадуй меня своей красивой игрой. Там зрители так радовались, как будто ты самый главный лисин мира. Может быть, это молодой Даймонд Прок скидает кушку, не попадает. Находит здесь он 100 мейджа и ставит в арт. Ну, 100 мейдж его, конечно, выбить не сможет. Камила Саппорт, остановите, я сойду. Нет, Камила Саппорт, тут все нормально. Мы уже видели ее много раз. И в Европе играли, и в Америке играли. Так что привычная тема становится. Идея Камилы Саппорта, ну, так сказать, в тимфайте выбрать одну цель и зажать ее внутри. Может, чем-то похоже на Мальзахара, только послабее немножко на линии. Лейд даже посильнее, наверное, получается, потому что есть куча разных пассивок, которые ее защищают. Кто был до Йоды? Давайте посмотрим. Я забыл имя игрока. Забыл, потому что не запоминал. Токерс, Токерс, да, Токерс был. Вот этот Бородач был, Токерса прогнали на Лебланка, который гонял. И, ну, скажем прямо, он вообще все матчи не замечен был. А сегодня так вообще отвратительно. Он и против японцев плохо играл, он там два раза умер против японцев. Ну, и ту встречу тоже. Но у Роба большие неприятности начались. Из-за милишника, у которого нет большого потенциала улына играть против Джейса. Да, в общем-то, даже за милишника, у которого есть потенциал улына играть против Джейса, это неприятно. Кто играл ренектона против Джейса, подтвердит мои слова. Это довольно неприятная линия все равно. Конечно, там и реле против Джейса это не так сложно, но пришлось Физу уже уйти под вышку. Он изобразил рекол и надеется, что будет пушить линию Джейс. Но так как Роба на вардах палится, Джейс просто ее фризит. Ну, насколько может фризить в самом начале игры, особо не пофризить ее. Это даже не линия. Да, но он пикал Физа, будучи уверен, что будет стоять против Камилы, а в итоге стоит против Джейса. Конечно, это неприятная тема. Стомейдж ставит здесь в арт, прикрывает своего товарища от Ганга, ну и говорит Фафаболосу, фармимся, издевайся. Можешь не волноваться, ничем ты не рискуешь. Стомейдж у нас идет на Тауэрдайв и Физ левел один, у него нет флэша, ребят. И Напун без ХП, без Штормрайдера, что он будет сейчас делать, я не знаю. Но это будет очень тяжело. Напун подходит на контрганг, пока не показывает свое местоположение. Стомейдж не знал, что их увидели. Второй левел успел получить Роба. Роба начинает бить стомейджа. Напун здесь, впрыгивает, отфлэшивается тут же стомейдж и пытается сделать Напун килл. Кто первый сделает килл? Первый килл достается Напуну, по-моему. А, не. Вру, вру, вру. Первый килл достается Джейсу, потом вообще Физ делает килл. Напун нес... Что? Дебилы. И заметьте, я это вслух сказал, да? Но это реально шоу-матч. Я сейчас объясню, в чем прикол. Физ во время этого сражения не нажимает Игнайт. И из-за этого, по сути, умирает Лисин. Потому что Физ не нажал Игнайт вовремя. Там, если перемотать назад... Вот сейчас нам Йогерин покажет этот повтор. И вы увидите, что если бы Физ нажал Игнайт сразу по стомейджу, вот здесь вот нажимая Игнайт по стомейджу, Напун бы не умер. Смотрите. Сколько остается ХП у стомейджа? Вот. Вот сейчас бы Игнайт его убил. Соответственно, остался бы Напун в живых. Смог бы нанести какой-то урон по Фафаболосу, они бы его убили. После этого Фафаболос смотрит. Физ фармится. Его это не устраивает. Он идет на тавердайв и охреневает, что в него кинули Игнайт. Ну и решает уже сражаться до конца. Ему это вроде бы выгодно, но при этом он теряет дабл баф. Ну, они оба теряют дабл бафы. Тут у нас ротация, кстати говоря, происходит снова от Джанглера. Снова он пришел к Физу. У Физа 2 килла, у Джейса тоже 2 килла. Ну, Физ 13 фарма. Как ему прыгать? Прыгает по стеночке и попадает в кушку. Отсюда не уйти, хотя он прыгает и... Казалось бы, уже остался в живых, но финальный автоатак остомейджа. Он, долетая до него, убивает и Физ покупает себе мечик, которым можно делать харакири. Да. Ну, с другой стороны, он должен вспоминать, как в прошлой игре точно так же Физа заданила его команда. Но Физ тот вернулся в игру за счет хорошего контрганга. Так что, может быть, это намек на Пуну прийти на контрганг какой-то очередной. Но, видите, например, из-за того, что Напун сейчас фармился, так все закончилось неприятно. Больше не ругайся. Хорошо, борода. Больше не буду. Буду меньше. Или так же. Буду так же. Буду так же. Больше не буду. У нас здесь на контрганг как раз пришел Напун. Линия стоит в том положении, где как раз может прийти стамейджа. Стамейджа туда смещается. Не по вардам. Физ его не видел. Физ прыгивает с Фафабулоса. Прискакивает сюда Напун. И у нас начинается сражение, где Фафабулос погибает. Но Косяпе здесь рядом делает флэш ульт. Не задевает ультой никого под стан, но наносит урон. Он цепляется за Фафабулоса. Конечно же, ему здесь не выжить. С него, кстати, можно будет шатдаун снять, насколько я понимаю. Но Фафабулос перед этим еще успевает сделать скилл. Что? Как? И Йода только руки может поднимать, потому что он охреневает от урона, который наносит Джейс. И, честно, супер массивая. В качестве теста, мне кажется, даже этот матч решили провести. То есть, знаете, с одной стороны, это показалось какой-то трололо-пик. А с другой, они решили протестить, а способен ли Фафабулос под прикрытием Стаммейджа унижать топ-лейнера. И мы с вами видим, способен. Они снова делают ауэрдайв, вызывается маргаритка. Тонна урона пошло. Ну, рядом уже здесь Лисин. Сейчас, правда, Стаммейдж начнет дамажить. И надо отбежать Фафабулосу. Ай, не попадает он к ушкой. И Робо делает килл, и, скорее всего, Стаммейджа тоже здесь сейчас не выжать. Робо двумя автоатаками добьет его, да. Два килла забирает себе Робо, но опять кучу мопсов он при этом потерял. Лисин там пофармился за него. Говорит, я за тебя это все заберу. 5-5 становится счет, и все это происходит на топе. Бот-лейн немножко скучно становится. Особенно Дамблдожу, который играет на чемпионе, который требует улына. Он сейчас шестой левел получит, но ничего здесь на боте происходить не будет. Это бронза? Нет. Это вайлдкарт. Это вайлдкарт. Ребята на расслабоне играют. 5-5 на восьмой минуте. Нару дает прокастик, но вообще все мимо кинул. Да, две кушки промазал Джейс, это зарешало. Ну, на самом деле, сильно зарешало то, что Джейс зачем-то заулынил первым. Хотя должен был делать 100 мэйдж олэйн, и Маргаритка должна была подкинуть физай, только тогда должен был Джейс ворваться. Остальные линии я не слышал. Кстати, на миде минус 20 фарма. В итоге Кассиопея идет из-за того, что она сделала ротацию. И сейчас Виктор еще получает синий баф, он начнет дальше давить. Привет тебе. Иманта, привет. Сейчас Дельфин Денисов. Там люди подумают, что Иманта это имя такое. Они же не знают, что у нас так район называется. Это что за кидалово? Ладно, он через флеш и через Ешку попытается идти, дает ульту. Ешку не может дать, потому что здесь W была поставлена Йоды, но все же на своей Ешке убегает. Но это кидалово было какое-то очень странное. У них, видимо, конфликт в команде между Стамейджем и Дабл Доджем, и поэтому Дабл Додж был подставлен. Вьетнам не прощает. Ух ты ж! Воу! Просто аплодисменты этому плейсу от Напуна. Вы это видели? Лол! Это просто Next Level Лисин. Он кинул кушку в мопца? Полетел в этого мопца, поставил во время полета вард, прыгнул на вард и сразу же флешнулся за спину. Никто бы здесь не среагировал. Про то, что Нару, конечно же, не мог здесь среагировать такой. Он думал, ну, кинул Лисин кушку в мопце, ну и черт с ним. Лисин, оказывается... Вот, сейчас нам покажут повтор. Смотрите, вот она. Кушка на мопце, полет вард и сразу же удар ноге. И ты такой, что за... Правда, там Йода, мастер Йода не попал ультой в это все, но это уже... Дело другое. Цепляет здесь у нас Роба. Роба все еще прыжок не тратил, так что 100 мейдж не сможет ничего ему сделать. Да, ну, правда, пушка залетела очень сильное. Кстати, надо автонастройки убрать, извините. Сейчас я увидел, как качество чуть-чуть упало нарезка. Напуно мы больше в этом турнире с вами не увидим, но если команда Редов сможет еще раз одолеть... Победить в Бразильском чемпионате, то они на чемпионате мира появятся. Физ дает ульту за счет ульты, зачищает этих мопсов, правда, попадает в кучу спеллов. И с красным бафом Фафабулас пытается вышку сломать. Правда, здесь Лисин. Лисин прыгает, его тут же откидывает. У Лисин не успевает дать кик, но с Физом, я думаю, все получится. Физ дал туда Игнать, Фафабулас должен умирать, но он не умирает. Нет, все же догорает. Ух, как было близко, чтобы он не умер. А у нас здесь на боте произошло сражение, где БРТТ побеждает за счет Твича. Как Мау. Как Мау взрывается, но не наносит достаточно урона. Дамблдош пытается убить БРТТ, прописывает стан об стеночку, но демеджа не хватает. Прибегает сюда Виктор под Гастом. Ну-ка. Диода убьет. Да, Твич останется в живых. Он убежал. И Цейтнот в очередной раз погиб. За сегодняшний день это уже вторая его смерть. Многовато, многовато. Хидонит. Я пытаюсь подслушать, что кричат английские, ой, эти, бразильские болельщики. Но они что-то БРТТ... А, они, наверное, БРТ кричали. БТТА? Как-то так они вот кричали. Типа БРТшка вообще для них является, для бразильцев, звездой. Это вот как Алексич для русских. Ну, или Даймонд Прокс. У кого кто является, так сказать, кумиром. Для кого Алексич, для кого Даймонд Прокс, для кого-то Дарьян. Ну, вы поняли. Вот для БРТТ, для бразильцев является вот таким вот игроком. Все его знают. Все, конечно же, по-прежнему его уважают. Хотя уровень игры, как видите, его гораздо ниже сейчас, чем был, мне кажется, на прошлом чемпионате. И на пазо-прошлом тоже. Естественно, Дарьян. Но тут уже сами решайте, у кого кто. Кому-то и Эдвард нравится. Хотя Эдвард первый сбежал, кстати говоря, из гамбитов. Сник и Ван Лав. У нас есть любители лесбияночек. Все понятно. Тут у нас Зайернот немножко урона наносит. Стамейджет подходит к нему, Дамблдош тоже здесь. Немножко, по-моему, игра угомонилась на топе. Ну, это связано с тем, что Нинджетаби появились у Роба. И одновременно с этим он уже почти до Тринитифорса добрался. Воландос, привет тебе. Джуд Джейм, он такой. На месте Пеппера любой бы из них сбежал. Ну, я думаю, на самом деле, условия предлагались побега и Алексичу, и Даймэнд Проксу. Вот там, думаю, Дарьян и Генджи. Единственные, кто не получали бы добротных условий, потому что у них с английским языком проблемы были. А эти-то трое спокойно говорили на английском языке. Но почему-то два из них решили не сбегать. Я никому не обвиняю, ребят. Я просто говорю, ну, что первый сбежал он. Это факт. Тут у нас Тауэрдайв образовался по Фафаболосу. Его убили. Напун сделал классный кик, выкинул его из подвышки. Роба дает ульту и убивает. Правда, здесь ответный ганг пытается организовать сапы. Но по Йоде хватит ли урона? Не хватает. Но лазером под классным углом кидает на Ару и сжигает Йоду. Ну и мы можем с вами сделать вывод, что Йода играет не лучше, чем Токсер. Так что Токерс, почему Токсером его сегодня называют, не лучше, чем Токерс. Так что команда Рэд не скрывала какого-то суперзвезду, которому не давали выйти на тропу войны. Просто этот парень играет чуть-чуть похуже. Вот и есть. Может быть, другие пики у него. Это да. Ой, не ворошите былое. Нет, так тут никто не ворошит былое просто. Я про то, что скорее все же из самых известных русских игроков как раз борются Даймонд Прокс и Алексич. Вот между ними, я думаю, все еще идет эта внутренняя борьба. Кто же более популярен? Кассиопея ульт что ли зажала? Да нет, вроде бы она давала ее. Нет? А не, ульта у нее без КД. Да, тогда может быть. А может не откатилась еще ульта? Но если она ее не нажала просто, то это, конечно, полная чушь. 11-7. На счет Саппы пока проигрывает по золоту, но я вам говорил уже много раз и буду повторять. Саппы это та команда, которая готова проигрывать. Я не успел вам договорить то, что моя мысль, какая мне пришла. Что это был не просто рандомный пик. Они хотели проверить своего топ-ленера, готов ли этот топ-ленер в соло керриить. Дали ему возможность контр-пика. Забабиситил его с Томейджет. В итоге получилось, как получилось. Но при этом они сохранили гипер-лейт-гейм своему АДшнику. То есть они решили играть его не через Кейтлин, которой нужна помощь на линии, если что, которой нужны драконы, если что, топпер нужен танковый, если что. Они решили просто взять гипер-лейт-гейм АДшника и выбрали именно Кагмава, увидев Твича. То есть, мне кажется, они вообще выстроили весь этот пик специально именно так. Ну, Кейтлин, ладно, была забанена. Они Кейтлин не могли взять. Скорее всего, они бы на ней все равно остановились. Дарьян же более популярен. Дарьян популярен, мне кажется, среди американцев более. Так, у нас здесь Нарико дайвит, но Робо какой-то неуверенный Тауэрдайв организовал. Вроде бы начал его, а потом тут же отменил. А вот у Зейтнота небольшие проблемы. Дамблдош оказывается рядом. И размен АДКерри на АДКерри уходит в минус. Не тот АДКерри, который хотелось бы команде Рэд. Нет, первый вылетает из игры Твич. А потом уже только Кагмав. Но Зейтнот второй раз в этом матче уже умирает. И неудачная для него статистика, неудачный денек. Только-только себе набил КДА в предыдущей игре, ни разу не умеряв, там сколько он, 7 киллов сделал. И несколько ассистов. Как тут сразу же ему начали портить КДА. Хотя он не КДА-плеер, это я уже точно могу отметить. Потому что он в каждой игре наносит больше всех урона. 12-8. Супермассивы смещаются на мид. Видят они, что здесь Кассиопея и Физ без ульты. Но страшновато даже на только вроде бы двух этих игроков выходить. Потому что не видят, где Напун находится. А Напун у нас на лисине зачищает рядом с Рефгеральдом Крабика. Ну и поищут они сейчас, может быть, каких-то жертв. Если увидят этих игроков, зазевавшихся. Но там Джейс только если пойдет на топ. Но у Джейса неплохо стоит линия. Он не может сейчас туда идти, поэтому, наверное, он останется сейчас с командой на миде. На Джейса выходят. Там, кстати, нам этого не показывают. Но в Джейс уже впрыгнули. Пихнул его ногой лисин. И Джейс останется ли в живых? Ульта летит, но не достает эта ульта. И выживает, извините, Джейс. Но при этом, кстати говоря, очень сильно пострадала команда Ред. И не сможет, наверное, сейчас продолженную битву проводить, чтобы сломать вышку. А вот супер массивы пошли на вышку бот-лейн. Те, кто остались с фулл ХП и БРТТ здесь в соло, конечно же, защищать ее не может. Просто отходит. В лейтгейме определенно получается, что Кагмаф сильнее Твича. Я даже, наверное, не побоюсь и скажу, что если Твич зайдет даже со спины на Зайтнота, Зайтнот просто его убьет до того, как Твич убьет его. Мне кажется, что там так сработает. Ну, просто обычно у Твича есть всегда возможность зайти со спины на Адекерри и убить его до того, как он умрет. Но... Кагмаф это не тот Адекерри. Вау! Шикарный плейс от Йоды. Йода делает, по-моему, что-то невозможное для своей команды. Организует классный файт, но, правда, при этом тоже погибает. И погибает он от Сайтнота. От Сайтнота успевает сделать 2 килла, мы их не увидели, потому что следили за тем, как Лисин гоняется за Нару. А на меде у нас погиб Кагмаф, но при этом сделал кучу киллов. Нару же сам умирает от Лисина и шатдаун с него снимает. БРТТ заработал килл как раз на Кагмафе. В прошлой игре Физ нанес 40 урона. Да, было такое. Тут у нас БРТТ, наверное, в одиночку не стоило ходить, хотя он этого не боится, и в итоге делает килл на одном саппорте. И сейчас попытается сделать килл на втором саппорте, но получает экзост себе в лицо. И без экзоста бы, скорее всего, сделал килл на Дамблдоже, но не успевает. А у меня вопрос к Дамблдоже, конечно, огромный. И почему он так долго ждал с экзостом, и можно было его нажать и пораньше. Давайте смотреть. Тут Кагмаф выходит со спины, успевает убить Йоду, попадает в Даблью. После этого успевает убить Диода, но умирает от Твича, да. А тут я уже слил Твича, казалось бы, он вроде против двух игроков остался. А это были два саппорта. И Верн плюс Камила, и они умерли. Ой, у Зейтнота большие проблемы, его убивают в очередной раз. Просто не его игра. Столько раз уже умереть. Но при этом Напун тоже умрет. Камиля достается этот килл. Вышку на меде будут дефать супермассивы. Минус 400 золотых, и он... Извините, это у меня, наверное, тут. Надеюсь, интернет и остался. Так, ну стрим вроде бы идет. Ну, по сообщениям здесь... А, вон, Лагу появилось сообщение. Все-все-все нормально. Рип-рип, да-да-да. Ну, я говорю нормально, это то, что не у меня стрим упал, а вообще у всех стрим упал. Можно на Твич пробежаться, но можно просто подождать. Бывает иногда просто отлагает. Сейчас, подождем еще две минутки. Вообще, что у нас тут получается-то? Как раз в идеальный ТЗН заплатил. Ну, вот, задонатишь, заплачу. По золоту мы можем увидеть сейчас тут статистику. Нам как раз высвечивают. И видно, что... Да, примерное равенство. На топе преимущество есть у Физаева. В общем-то, все. У всех остальных игроков все примерно ровненько. Репорт Твича у него был хил, он бы убил Камилу. Да, да, был хил, кстати. Но он под экзостом не хотел гоняться. Ну, что там? Не отлагает? Лаго. Да, сообщение было именно Лаго. О, все, отлагало. Мы никого не потеряли же? Ну, все вроде бы живы, так что нормально. Продолжаем смотреть отсюда. Лаго. БРТТ бежит на Нару. Нару догадывается, что у него проблемы. БРТТ здесь. Нару попытался дать ответный урон. Ну, какой урон? Там Redemption сверху хиляет гораздо больше. Правда, здесь Робо попался и вряд ли выживет. Да, молдош его с автоатак забьет. Нет, в итоге его забивает стом... Иверн. Мне этого стомейджа так тяжело иногда ник прочитать. И все починил. Это последняя. Ну, вообще, теоретически, это еще одна есть. А вот это интересный ход. Пока два игрока команды Red на боте. Супермассивы перепрыгнули на шишки и забирают на Шора. На Шора они забирают с трудом. Зайтнот уже спалил свое местоположение. Напун здесь, но в него ультует Камилла, которая останавливает его от прыжка. Но прыжок он сейчас сможет все равно делать. Redemption нам выхиливается. Остается 2000 у этого дракона. Фафабла спрыгивает. Лисин откидывает его. И Лисину до туда не добраться. На Шора можно забирать. Более того, Напун там сейчас умрет. Не получилось застелить. Конечно, Напун мастер стилов. Мы с вами видели, как он оттворит. Дамблдожа. Ловит. Физ сюда прилетел на телепорте. Делает первый килл команда. Red второй килл. Но Зайтнот остается в живых. И кучу урона наносит. Но хватит ли ему дэмэджа на Йоду? Хватает. Два килла он делает. Чуть-чуть ему не хватило, чтобы сделать еще киллы на Диоде. 23.16. Эта игра как раз напоминает нам первую игру этого вообще турнира. Примерно такая же она была. По-моему, она закончилась 28.18, если я не ошибаюсь. И шла 32 минуты. Помните? Первая игра турнира. Это играли Red против Dyer Wolf. Скажи, как сыграли до этого, все пропустил. Ну, записи тогда посмотришь. Не буду же повторять для записи сейчас то же самое. Сыграли и сыграли. Но эта игра уже для обеих команд ничего не значит. Могу только это повторить. Уже точно победили супермассивы. Классный доджет Зайднота. Видели, как он увернулся от Кассиопеевской ульты? Шикарно. Парень, конечно, вообще божит. Когда Зайднота уничтожена. Это да. Когда его уничтожено, но при этом он все еще остается бомбардиром этого турнира. Безоговорочным, потому что в каждой игре он делает миллиард киллов. 4-5-4 у него КДА. В этом матче получается 8 на 5 надо делить. Ну, меньше двойки. Но при этом 4 килла добавил. 7 в предыдущей игре и в первой игре 11. Вот и считайте. Ну, в первой игре сегодняшнего дня. Пипец тут вытворяет, конечно, статистику. Хотя, если посмотреть на БРТТ, который сделал 10 киллов. БРТТ теоретически сегодня может установить рекорд. Напоминаю, что в регулярках есть определенные рекорды, которые не преодолевали игроки. У него уже 10 киллов. И время такое, что он вполне может еще где-то 5-6 киллов рандомных набрать себе. Это будет 15-16 киллов. А потом разом пенте. И вот тебе уже за 20 киллов. А таких рекордов никто не устанавливал еще. И твое имя запомнит навсегда. Он, кстати, выбирает сейчас позицию, чтобы ворваться в Зайдноут. Зайдноут еще не способен с ним воевать. У него нету гуинца. А у БРТТ уже есть Фроузен Маллет. Напун. Купил, кстати говоря, Блэк Клевер. Для того, чтобы как раз чистить армор оппонентов, расчищать его для твича. Потому что твич у нас в Ласт Виспер все еще не идет. Но твич Маллет взял, чтобы перебивать уроны. То есть он знает, что Джейс армор собирать не будет. У Джейса и так немного ХП. То есть у него идея не собирать Ласт Виспер вообще. У БРТТ, я думаю, такая. Такой план. То есть надо просто купить было замедление, добавить себе ХП, чтобы Виктор и Джейс тебя не ваншотали. И после этого сейчас собирать Инфин. За Инфином собирать... Что там еще остается? Фантом Дэнсер. Все. Навсегда в кавычках. Ну, почему в кавычках? На самом деле, сейчас принадлежит рекорд... Ой, у нас твич сделал килл, кстати, на Викторе. Остался в живых. К нему влетает Дамблдош. Он Дамблдош зачем-то ультует в Напона вместо БРТТ. И Фис погибает от Джейса. Зайтнот влетает на его Напон, выпихивает ногой. И еще одна смерть твича для твича уходит в его руки. И как бы вообще-то вся команда попадала. Супер Массивов. Осталось три игрока у Рэдов против одного Джейса, который вынужден сейчас просто реколиться. Два керри из НТ и Саппорт. А три керри команды Супер Массивов подохли. Ну, два, точнее, у них тоже керри подохли. Ну, Джейс сейчас будет кидаться спеллами, но это так. Минус Ингибитор на миде. Легкий и непринужден. А я не успел сказать, что, например, рекорд принадлежит Риджинальту. Ориджинальту принадлежит. Знаешь, кто это такой? Игрок, который с первого сезона гонял. До, по-моему, третьего сезона. Ну, и потом еще в пятом сезоне однажды подменял Бьорксона, когда тот заболел. Рекорд ему принадлежит 18 киллов. Но это в Америке. Ну, то есть это в ЛКСе, скажем так. Это не Америка была, а ЛКС считается, потому что Риут и две эти лиги в одну записывают. Все рекорды считаются не их двух одновременно. 18 киллов в одном матче. И никто его как бы не перебил до сих пор, понимаешь? Он его сделал во втором сезоне, и никто так и не перебил. Смотрите, он кричал сейчас, видимо, зрителям, мол, давайте, давайте, поддерживайте нас больше, 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 мы их порвем. Ну, да, это, конечно, такая ситуация, знаете, двоякая очень получается. Именно двояко здесь стоят, и тебя в задницу долбят, потому что ты вроде бы сейчас выиграешь команду Супер Массив. Ты выполнил то, что хотели вы, но вы не выполнили победу над Дайр Вульфами. Дайр Вульф, которым нафиг... Ну, это, конечно, было немножко агрессивненько, но почти сработало. Он ворвался в двух игроков, два игрока с ним справились, и сейчас команда может Супер Массив сделать камбэк небольшой. Но в итоге они забирают Лулу с смертью Джейса, прилетает сюда Физ, Физ сцепляется вместе с Напуном за Кагмава и Иверн. Минус Кагмава и Иверн, но в этот момент подходит у нас немножечко урона от Виктора, и остается в живых Йода и Напун. Дамблдош перепрыгивает просто через стенку, но, правда, он, по-моему, уже умер. Роба побоялся, он Нару, Нару там за ним бежит, и Роба будет сейчас просто убегать, хотя он, походу, сейчас умрет. Вот эти массовые аутплей друг друга мне понравились. Вот это было красиво. Дамблдош дает Ешку по стенке, Физ уворачивается от стана, приземляется к стенке, куда должен вроде бы приземлиться Дамблдош, а Дамблдош возвращается назад за стенку, и не может туда приземлиться Физ. Но этот врыв, конечно, слишком агрессивный был. Лулу не успела нажать Р. Нет, это врыв был не агрессивный, ребят. Это врыв был очевидно нормальный. Лулу не успела нажать ульту, не успела дать экзост. Этот диод здесь сыграл как полный диод. Если бы он сыграл идеально, все было бы классно. Но вот этот момент с шикарной игрой на Пуна, который вроде бы должен был убивать Иверна, но он тут же среагировал, увидел, где находится у нас Кагмаф, и пихнул его ногой в свою команду, они его убили. По золоту чуть-чуть идут впереди Реды, но Твич идет настолько впереди, что просто жесть. Ну а КДА Зайтнота отправляется просто на дно в этой игре уже 7 смертей. Вы знаете, что КДА строится не... КДА в одной игре, плюс КДА в другой игре, плюс КДА в третьей игры, не так. КДА строится просто суммарно, смотрит, сколько у вас смертей, и все. Поэтому все смерти, которые здесь, они влияют на все КДА, которое было на всем турнире. А 7 смертей, это уже какое-то... какое-то нереальное число. У нас, кстати, битва продолжается. Сейчас опять Зайтнота Лисин пихает ногой, и БРТТ делает себе еще один килл. Правда, при этом Кассиопия умирает. Возможно, 100 Мэйджа еще смогут убить. Фис его догоняет, убивает. Переключается на Нару, но Нар ставит свое поле, и Джейс дает здесь Кухан. По БРТТ наносит урон. Еще и Лазер, по БРТТ еще немножко урона. И надо отступать. Инфин появился. Последний айтем надо собирать Твичу. Это не Ласт Виспер будет, как я уже говорил. Это, скорее всего, сейчас будет Фантом Дэнсер. Кагмав все не успевает дойти до правильных айтемов. Подождите, у нас здесь фейсчекнуть решила команда Супермассив не забирается ли на Шор, а он не забирался до этого, а теперь его уже, возможно, и не стоит забирать, а попытаться может закончить игру. Нет, решает Рэдэ просто пойти на Шора все же. Какая разница, какой у тебя КД, если ты победитель? Ну, лучших игроков турниров по КД, в общем-то, вычисляют. Дополнительные призы, почему нет? Ну, можно, конечно, относиться к этому вот так вот, как ты говоришь, а по мне это довольно важная тема. Если ты, ну, индивидуальный игрок, очень сильный, и хочешь заслуги, да, твоя команда молодец, твоя команда выигрывает, проиграет там кому-то, вы займете там шестое место, пятое. Ну, почему бы не получить еще и приз? Это я так просто, ну, говорю, ну, вы понимаете, что турнир-то продолжаться будет и дальше. Все, что сейчас вот заработает за Эднот, оно будет и дальше в рейтинг записываться. Да, ну, а если вообще типа Лиги Легенд, которая идет по направлению, по сути, продажи хороших игроков, смены клубов и так далее, как в настоящий спорт, то это действительно вот как написал Деспония, это, по сути, твое резюме. Кому нахрен сдался Voidle, у которого там статистика на чемпионате мира, 25 смертей за сону? Никому нахрен не сдался, вот от него и избавились. Лучше взять какого-нибудь игрока, который сыграл на чемпионате мира один матч, но сыграл 0-0-22, то есть там ни разу не умер, 22 ассиста, все, отличный саппорт. Вот, что там было, кто там будет вспоминать? Посмотрели, вроде бы парень играть умеет, все нормально, и на чемпионате мира было однажды. Зато запомнили, что Voidle Мейнсона, ну да. Как у меня горело от этих ботинок, ой, как у меня горело, против Нидели, Джейса, ой, боже мой. Кто там еще был? Там было три, Паук ищих чемпионов. По-моему, Нидели, Джейс, С, да, ребят? Нидели, Джейс, из Реаль, а он собрал ромящие ботинки. Как мне в чатике там написали умные зрители, это он купил, чтобы уворачиваться от спеллов. То-то он каждое копье ловил. Ну, типа, ромящие ботинки, ускорялочку получаешь, и можно лучше бегать, уворачиваться, вместо того, чтобы просто купить ботинки на Магреса, либо Нинджа Таби, и получать меньше урона, если пропускаешь. Тогда же другие еще ботинки были, там другие статы были гораздо лучше. 34-23 у нас счет, это, кстати, рекордный такой счет этого пока что чемпионата по киллам. Не знаю, рекордный ли это счет вообще, потом послушаем английских комментаторов. Эти мало чего знают. Тут у нас врыв от БРТТ, Дамблдош увидел его в РТТшку, и отступает. У твича только 14 киллов. Мне бы хотелось, чтобы он зашел за 17 киллов, сделал 18, либо даже 19 киллов, и я подслушал потом английских комментаторов в перерыве, а не рекорд ли это действительно. Потому что такое вполне реально может быть. Зайтнот добрался уже, кстати, почти до фулл-билда, и если сейчас в тимфайте Твич не сможет его ваншотнуть, это будет ваншот в другую сторону, совершенно очевидный. Врыв идет тут в Напуна, но тут же Камила отменила эту ульту, а в этот момент Твич раскатал Нару, но убить его не получилось. Зайтнот дает по нему хил, и пошел на базу Нару. Без ульты остался Твич, но большие мапсы есть, с ними они ингибитор этот сломают, а вот следующее непонятно. Как же много урона, как маф наносит, он просто дал полуавтоатаки, мне показалось, и отлетела у Лисина 1,4 хп, и 1,3 хп у Йоды. Вынуждены были отойти. Ингибитор упал, сверху Физ, еще один ингибитор пытается сломать. А нет, этот не упал, извините, он все еще стоит, там куст поставили, поэтому мне по анимации показалось, что он упал. Джейск там, кстати, напал на Физа, у Физа мало очень хп, и он, скорее всего, умрет, но у него будет га. Но из этого Guardian Angel его, скорее всего, сейчас убьет Нару, флешится, Фабулос отменяет побег Роба, и Роба погибает, но миссию он выполнил, в общем-то, ингибитор сломал сверху. 17 килов контракт сделал в этом сплите, как раз вот после этого матча я эту статистику и узнал. То есть я же ее сам не придумал из головы, я как раз подслушал тогда английских комментаторов. Он сделал подряд 9 килов в соло за Рингара, подряд 9 килов в соло за Рингара, а в суммарном в этом матче 17 сделал килов. И это был лучший результат за последние 2 сезона, лучший результат, понятное дело, этого сезона тоже. Контракт из-за этого, в общем-то, и получил лучшего игрока, лучшего, извините, новичка сезона. Титул. И как раз они обсудили тему, мол, что еще один килл, там еще так повезло, что в этот день в аналитиках был Реджинальд. И они это обсуждали, когда они говорят, еще один килл, и он бы вас перегнал. Как вы, мол, Реджинальд к этому относитесь? А он сказал, что, ну, типа, че, как я к этому отношусь? Ну, было и было. Тогда была другая игра. Сейчас эти киллы гораздо тяжелее сделать. Ну, и он абсолютно правильно к этому Реджинальд отнесся, что он тогда на Катарине сделал 18, а он говорит, что сейчас 17 гораздо тяжелее сделать, тем более на ЛКСе. Так, ну что, у нас минус ингибитор на топе, мапсы вроде бы были отпушены, на Элдер Дрейк апнутый, но по драконам вы видите, в этой игре обе команды решили их не брать вообще. Был только вначале взят Редами, ну и потом Сапы где-то там на рандоме забрали, даже не обращал внимания, как они его сделали. Два воздушных дракона розыграны были между командами. Га появилась у Камилы, это идея, чтобы ворваться в Твича. Как только она увидит Твича, она его закроет любой ценой. То есть, таков план. И Зайтнот вместе с Виктором пойдут его убивать. Фафабула, скорее всего, в этот момент будет защищать Зайтнота от Лисина, который будет пытаться его впихивать ногой. Но надо быть аккуратным, БРТТшки, потому что он может реально ошибиться. 14 киллов у него, он купил БТ последним айтемом, не Фантом. Я думал, что Фантом будет получше, но решил от Хила себе прикупить. Ну, правда, у него и так два айтема теперь получается на лайфстил. Не перебор ли? Зайтнот почти фулл билд. Он сейчас получает очень много мопсов, очень много фарма фришного. И страшно, конечно же, Рэдом влетать. Нашли БРТТшку, идет врыв, но не самый удачный. Лисин выпихивает от этого врыва. Зайтнот жив, но он получает экзост. Зайтнот жив, он все еще дамажит и погибает от Твича. Твич победил все же в этом сражении. Противостояние. Кто у нас потерялся? Зайтнот погиб здесь. Здесь Мастер Йода умер. Робо еще жив, он убивает Фафаболоса, но убьет ли он его? Там ингибитор упал, Физ погиб. Виктор погиб! Боже ты мой, как Виктор-то мог умереть там? Видимо, он не заметил, как бы РТТ к нему со спины подошел. Это минус третий ингибитор. Реды, по-моему, выиграли только что игру. Вот и сражение было между Кагмаоом и Твичом. Как видите, Твич победил в этом сражении. Его саппорты получше работают. Лисин, пихающийся ногой. Нет, ты что? Это было глупо. Он хотел время выиграть, но... Ну, если бы он с Таном попал, тогда бы время выиграл, подбежал бы уже Стан, 100 мейджи и дальше Фафабулас. Возможно, убили бы Твича, но нет. Получилось такое глупо. Лисин плюс Лулу работают лучше, чем... И Верн плюс Камила. Камилен пик, конечно, вообще здесь вопросительный, но я думаю, это был план Камилы действительно на топ, но когда они увидели Физа, решили поменять эту стратегию вот в последний момент. Интересно. Думаете, что Кагмау тоже БТ надо было собирать? Ну, как вариант, можно было, но он купил уже Фантом и начали делать Реды, а Дракона не... Ой, извините, на Шора не успеет туда 100 мейдж прийти. К Асиопея это вам не хухры-мухры, да еще и Твич там рядом был. 16 киллов у Твича, кстати, еще 2 килла и он повторит рекорд Риджинальда за все сезоны. Но это в регулярке было. МСА, я думаю, там другая статистика и Риут ее не приравнивают к регулярному чемпионату и к чемпионату мира. МСА все же свой турнир. У нас там Кагмаф, кстати, разрывает одного игрока. БРТТ не агрессивничает ли слишком? Нет, у него все нормально. Он расстреливает, убивает уже двух игроков и делает себе 18 киллов, ребят. Кстати говоря, еще есть ребята, которых можно поубивать. Зайтно тоже справился с одним игроком команды Рэд, но этого было, по-моему, недостаточно. БРТТ уходит в инвиз, ломает здесь гигантскими мапсами и нашорами вышки и Зайтнот не сможет вернуться в этот файт, потому что за него зацепился Лисин и команда Рэдов одерживает победу в финальном матче этого турнира для них, но, к сожалению, для них это действительно конец. 4-2 такое окончание чемпионата. Миссию они выполнили, они победили турков, которых, как ни странно, английские комментаторы сказали, здесь все хейтят. Вот это вот интересно было, причем комментаторы обычно, ну, я думал, они такие вещи стараются не говорить, но они так и сказали, что полная тишина идет, и максимальный хайп идет вокруг любого действия, которое идет против команды турецкой. То, что очень эмоциональная здесь публика, но почему-то турков они недолюбливают. Ну, я думаю, тут они недолюбливают не турков, а то, что турки победили Рэдов и прошли следующий круг, а вот у них не получилось. Рэды прощаются со своей публикой. Ну, эта публика их еще увидит, так что ничего страшного. Но вы не действительно нужны, когда у вас БРТТ, был абсолютный монстр на Твиче и сделал, кстати, ровно 18 киллов. Но мы, ребят, наверное, будем уже прощаться. Не очень мне хочется последнюю игру комментировать из-за того, что она будет... 2х2 топ-лейн, да. 2х2 топ-лейн это был неплохой. оба джанглера зачистили кемпы и засели на туп-лейне на 5 минут оба. Ладно. НОП. 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 Субтитры сделал DimaTorzok